Доброе утро, мои хорошие! Сейчас полдесятого утра, я уже собралась, я накрасилась, и я уже собралась делать свою гульку на голове. И я вспомнила, что некоторые девушки меня это попросили сделать, и у меня никак не доходили руки. Либо я ее не делала, либо у меня были волосы слишком чистые, либо еще что-то, но сегодня я наконец-то вспомнила ее сделать. И также я попробовала новую помаду, и я, мне кажется, влюбилась. Мне обычно розовые тона не очень идут, но эта помада, мне кажется, мне очень идет. Вот. Естественно, я пользовалась сначала карандашом от Essence, цвет 06 Satin Mauve. Кстати, карандаши для губ от Essence, они очень-очень хорошие. И помада, которую я попробовала, это NYX Matte Lipstick. Я эту помаду получила в рождественском календаре. И цвет Natural. Мне кажется, мне очень идет. Нет? Мне кажется, красиво. Но приступаем к моей гульке. Во-первых, я хочу сказать, что я всегда ее делаю на уже нечистые волосы, потому что тогда она просто держится лучше, потому что если у вас чистые волосы, они более скользящие, и эта гулька не так хорошо держится. Но если у вас чистые волосы, и вы вот хотите сделать такую прическу, то вам понадобится сухой шампунь, чтобы просто придать структуру вашим волосам. Ну, а я свои волосы мыла, я не помню когда, я не буду говорить. Поэтому мне сухой шампунь не нужен, только если... Только если напшитость на корни. Так. И поскольку волосы будут наверх, не забывайте и вот эту часть. Потом вам понадобится вот такая вот резинка. Я пользуюсь только такими резинками, потому что она не портит волосы. И если как раз-таки делать гульку на голове, то это та самая резинка, которая вам нужна. Все, что вам нужно сделать. Вы берете волосы, как будто вы будете делать хвостик. Берете хопс, раз и два. И тут не слишком вытягивайте волосы, потому что вы сейчас будете вытягивать их ручками. И увидите, какая некрасивая гулька получается. И вы просто ее своими ручками делаете, как вам нравится. Я могу сказать, что она у меня лучше всего получается, когда я меньше всего стараюсь. И все. И готово. И да, у вас сзади торчат волосы, но я эту гульку делаю исключительно тогда, когда я тусуюсь дома. Либо у меня очень грязные волосы, я еду к парикмахеру. И спереди она, конечно, выглядит лучше, чем сзади. Но это такая прическа хорошая на тот случай, когда у вас грязные волосы. Если вам кажется, что ваше лицо похоже на яйцо, вы можете вытянуть пару прядей. И получается такой красивый беспорядок на голове. Так что вот и весь секрет. Ничего особенного. Продолжение следует... Сейчас 2 часа дня, Маркус только встал. Я хотела ему давать пюрешку, но электричество пропало. И сегодня, видимо, такой сильный ветер, что что-то опять случилось. Я думала, что, может быть, у нас только пробки выбили. Но я написала соседке, есть ли у них электричество. Она мне написала, что у них тоже нет электричества. Так что да, опять что-то случилось. Конечно, в этом плане тут это бывает очень часто. Хорошо, что у меня была горячая вода в чайнике, и я смогла Маркусу сделать смесь. Так, конечно, я ему стараюсь давать смесь только утром и вечером, но ничего не поделаешь. И я вам вчера говорила, что я купила классные штучки для малыша, но я вспомнила, что я их так и не показала. В общем, я купила ему новый шампунь и душгель, потому что Бюбхен фирма закончилась. Я знала раньше фирму Сиберико, но я не знала, что они выпускают шампунь и душгель для малышей. Мне понравилось то, что запах очень нейтральный, поэтому я купила на этот раз вот такой вот шампунь и душгель. Потом я купила уже зубную пасту, потому что, оказывается, за гигиеной рта и зубов нужно следить, как только появляется первый зубик. И тут классно то, что внутри есть зубная щеточка. Мы сегодня уже ему почистили зубик, так что да, ему он не сопротивляется, что хорошо. И еще я купила такую вот классную штучку, я думаю, что в основном все мамы ее видели, но мне понравилось. И тут внутрь можно положить какой-то фрукт, вчера я ему положила грушу, сейчас я ему положу банан, и он может шивать и заодно кушать. Так что да, такие вот обновочки для малыша. Сейчас я нарежу ему бананчики и тогда чуть-чуть пообщаемся с вами. Ну что, я ему положила в эту штучку грушу, он ее очень долго жмякал. Я смотрела и миловалась на него, и старалась улучшить в себе настроение, потому что, как бы мне не хотелось всегда в своих видео быть лучиком света, иногда и у меня плохое настроение и подавленное настроение. И если обычно мне очень хорошо помогает то, что я собираюсь, крашусь, одеваю что-то милое, то у меня настроение сразу улучшается. Сегодня и это не помогло. Да, единственное, вот это мое маленькое чудо мне всегда улучшает настроение. Да, 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 да. В общем, я и так была подавлена, что я не попадаю на свое путешествие дня рождения. Ну как дня рождения? День рождения у меня 25 апреля. Да, а в Барселону мы должны были поехать на Пасху, да? Но мы договорились то, что мы празднуем мое день рождения, и так как мы собирались с Лаурой и с ее парнем, то мы договорились, что мы отпразднуем и мое день рождения, и ее именины, потому что у нее именина 18 апреля. И если я очень расстроилась из-за этого, но я понимаю, что мы все в одной лодке, и никто не может путешествовать, и все это закончится, и тогда я маме вчера сказала, ты подожди, закончится эта чрезвычайная ситуация, и тогда ты Маркуса получишь на месяц. Я шучу. У меня есть такая идея, так как муж не смотрит мои видео, я все равно тут могу это говорить. И у меня есть идея просто сделать какой-то сюрприз, взять куда-то билеты, слетать, но посмотрим, да? Вот. Если вы уже со мной какое-то время, вы знаете, что я в этом году собираюсь делать зубки, и если сначала это просто была моя прихоть, то когда я была на консультации у зубного, зубной мне сказал, что у меня очень большие проблемы с зубами, и мне с ними так и так нужно что-то сделать. И я очень обрадовалась, что у меня дата, когда у меня первый этап этой процедуры, потому что эта процедура, ее нужно делать поэтапно. Я очень обрадовалась, что первый этап у меня после окончания чрезвычайной ситуации, но на этой неделе начинают поговаривать, что чрезвычайную ситуацию в Латвии продлят аж на три месяца. Но это еще не ясно. То мне сегодня позвонила моя врач и сказала, что придется это все дело отложить. Я, конечно же, расстроена, потому что когда ты настраиваешься на что-то, и тебя обламывают, но я ни в коем случае не виню их. Я понимаю, мы все в одной лодке, и к зубному в такой ситуации как раз-таки опаснее всего идти. Что ты делишь? Что ты делишь? Ему так нравится стоять на ногах. Я знаю, что это нехорошо. Но смотрите на это чудо. Ну-ка. Да, мне кажется, он бы побежал, если бы он знал, как это делать. Но пока он, конечно, плохо держит свою массу. Поэтому я иногда ему разрешаю так постоять. Вот. Да, я ни в коем случае, конечно же, не виню своего зубного. Что ты хочешь, камеру? Я ни в коем случае не виню своего зубного. Мы все в одной лодке. Ну, просто немного обидно. Но также мне обидно, что просмотры на роликах упали. Ну, ничего, прорвемся. Да? Потому что это... Я могу открыть секрет. В прошлом году... В прошлом году... Летом я хотела все это дело завершить. Я хотела бросить YouTube. Потому что... Когда ты делаешь, 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 ты не видишь результатов. Это очень трудно продолжать. Но и не волнуйтесь, я ничего не собираюсь бросать. Я люблю это дело. Просто обидно, когда ты стараешь и делаешь, и тратишь свое время. Потому что, ребят, хоть вы, может быть, так не считаете, я работающая мама в декрете. Потому что YouTube это как работа. Я каждый день уделяю по несколько часов. Поэтому... Да? Но ничего страшного. Прорвемся. И самые... Мои самые лучшие лекарства против... А-а-а! Против плохого настроения. Это, естественно, тренировка. Так что, когда это маленькое чудо пойдет спать, я пойду тренироваться. Хотя я не знаю, где я буду тренироваться, потому что на улице жуткий ветер. На веранде холодно, и у меня какой-то насморк, что ли. И, кстати, я была сегодня в шоке, то что этот красавчик вчера уснул в 9 часов вечера. Иди, тусуйся на животе. Этот красавчик вчера уснул в 9 часов вечера. Все как обычно. И он проснулся в 6, потому что он хотел кушать. Я его покормила, и он вырубился. И знаете, поскольку он только проснулся? И это то, что папа его разбудил, потому что он сказал, что это беспредел. До полдевятого. Поэтому странно, конечно. И если я думала, что раз он так долго спал, он 100% уснет, не знаю, через часа 4, он через 2,5 часа уже вырубился опять. И опять проспал 2 часа. Так что у него, по-моему, меняется этот сон. Но мы все так же встаем на ночное кормление в 2 часа ночи. Мне бы так хотелось... Мне бы так хотелось, чтобы этого не было. Но это без вариантов. Потому что если он кушает в 9 часов вечера, он не может хотеть в следующий раз кушать в 7 утра. Да? Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так что да, такие мои переживания. И так же... Я не знаю, иногда я чувствую себя настолько виноватой, но мне иногда так хочется отдохнуть, так хочется посидеть в телеке, так хочется посидеть в телефоне, а не играться с малышом. Я считаю, что надо приложить очень большие усилия, чтобы постоянно-постоянно быть с малышом. Как бы, может быть, я плохая мама, но мне... Вот когда у меня такое подавленное настроение, мне очень трудно собрать свою волю в кулак и проводить время с малышом. Не то, что я не люблю с ним проводить время, просто мне иногда хочется отдохнуть, потому что кто бы что ни говорил, работа мамы это самая... самая трудная работа на свете, потому что нету больничных, нету выходных практически. Так что я уже начинаю тут триндеть все подряд. Я пошла играться с малышом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И на этом я прощаюсь. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забудь подписаться и оставь комментарий, также поставь лайк. Да. И увидимся с вами уже совсем скоро, где я буду делиться своими любимыми фаворитами. Пока!